Евро-Юрмала Вектор продюсерского центра «Импресса» и певица Камила, которая, можем догадываться, также выйдет на сцену этого фестиваля. Здравствуйте вам. Ну что ж, мы хотим знать все подробности, что, где, когда и, главное, для чего и для кого. Ну, начну я. Я хочу сказать, прежде чем рассказать о Евро-Юрмале, я хотела сказать, что продюсерский центр «Импресса» уже занимается более 20 лет организацией международных конкурсов и фестивалей для детей и молодежи. Ну и, конечно, из всех проектов Евро-Юрмала является главным престижным конкурсом, который проходит в Юрмале и заканчивается грандиозным концертом в концертном зале «Цинтель». Это сложный и в то же время это прекрасный проект. Мы его развиваем уже седьмой год, шаг за шагом, постепенно, и он становится все лучше, прекрасней. В этом году мы пригласили много разных звезд, которые будут участвовать в концерте «Звезды и дети». Ну и самое главное, что мы стремимся к телевизионному эфиру. Мы хотим, чтобы наш фестиваль видели во всем мире, чтобы приезжали как можно больше участников из разных стран. Кстати, я могу сказать, что в этом году более тысячи участников у нас приедут из разных стран. Это как и прибалтийские страны – Латвия, Литва, Эстония будут принимать участие, так и приедут европейские участники из Финляндии, из Италии, ну и других стран. Ну и, конечно же, Украина, Россия, Белоруссия, Казахстан и так далее, другие наши страны из ближнего зарубежья. Хочу сказать, что разные номинации участники как младшего, так и среднего и старшего возраста будут соревноваться по номинациям. И это и вокал, и хореография, и театр у нас приедет из Белоруссии, и оркестры интересные, замечательные. Кстати, мы очень стремимся, сейчас поставили цель, ближе познакомиться с инструментальной музыкой и ближе к классике. Так что вот поставили цель, и в следующем году мы планируем большой уже конкурс инструментальной классической музыки. Ну и, конечно, оформляем красивой сценой, плазменные экраны, сделаем великолепное шоу, так что все, кто к нам придет и посмотрит это замечательное действие, будут довольны. Ну давайте о звездах, кто же выйдет на сцену этого конкурса. Кроме Камилы, кроме нашей локлистской звезды Камилы. А, кстати, вот Камила, Камила тоже в прошлом участница, и все звезды, многие звезды, которые выйдут, они тоже участвовали кто-то в наших конкурсах. И Роберто Мелони когда-то у нас участвовал, Амберстар, ориентарная звезда. И Маркус Рива не участвовал. Кто у нас еще, Александр, будет участвовать? Валентина Викторовна у нас, как это красивее сказать, рождает звезды. И все, кто вот на сцене, да, вот когда я участвовала 12 лет назад на конкурсе, это все благодаря Валентине Викторовне. Я попала на проект, вы помните все, как это было 9 месяцев, живя в закрытом пространстве, сейчас меня знают, и это все благодаря ей. Это мы сейчас говорим о том самом давнем, популярном проекте «Hello, Юрмала». Да, это вот благодаря. Это 2008 год был. Да. Ну а в этом году у нас Амината, Маркус Рива, Дубокс, Артур, группа «А Европа». Ну, что, кстати? Об Артуре. Артур является автором и исполнителем песни Юрмала, которую мы взяли как гимн. Поэтому вот в этом году мы его пригласили, он будет открывать наш фестиваль вместе с детьми и, конечно, исполнит и свои самые любимые популярные хиты, которые пользуются успехом. Звездный состав будет выступать самостоятельно со своими номерами или это будут какие-то интересные дуэты с начинающими звездами, с детьми? Это будут интересные дуэты. Кому-то посчастливится, конечно, для детей, представьте себе, выступить на такой прекрасной сцене. И еще и вручают им гран-при, конечно, будут выступать только победители гран-при и каких-то специальных премий. Это самая высокая награда для детей, когда из рук звезд получить вот такую награду, еще спеть вместе, выступить вместе. Вот, поэтому борьба предстоит очень серьезная и, конечно, все хотят выступить. Я буду член жюри на фестивале, я буду судить. Я уже не первый год, я участвую в жюри в Белоруссию, ездию очень часто. И вот Валентина Викторовна предложила мне. Конечно, я буду очень строго судить. Строго все-таки? Да, я строгая. То есть, Камила, вы считаете, что судить надо строго, несмотря на то, что на сцене дети и, может быть, кто-то из них делает свои самые-самые первые шаги? Не страшно подрезать крылья в самом начале? Нет, конечно, это надо делать очень аккуратно, чтобы у ребенка был стимул расти дальше. Обязательно, конечно. Но в этом и есть главное отличие нашего конкурса, что у нас жюри не предвзяты ни при каких обстоятельствах. И поэтому мы уже много лет на рынке существуем, и конкурсы, фестивали появляются и также не исчезают. А мы, самый крупный, у нас таких проектов 8 в году. 8 разных. 8 разных. То есть и за пределами Латвии? Или в Латвии только 8 проектов? Только в Латвии 8. Вот и поэтому у нас все открыто, все очень красиво. И поэтому жюри свои оценки ставит соответствующее, что никаких случайных и каких-то посторонних мест не может быть. А еще я хочу добавить, что у нас есть традиция, что мы выбираем ежегодно музу фестиваля. То есть у нас была и Ольга Пирокс муза фестиваля, и Анни Вески была, латвийские были артисты. А в этом году мы посвящаем Йоланте Гулбе-Пашкевич. 30 лет творческой деятельности мы знакомимся. Для чего мы это делаем? Во-первых, мы ставим в пример, как люди добиваются успеха и так далее. Мы знакомим с творчеством, и эти наши музы выступают, они могут с детьми пообщаться, может быть, творческие встречи какие-то. Поэтому вот и Йоланта Гулбе выступит у нас на сцене, мы ее тоже поздравим. И споет, тоже подарит несколько песен интересных. Она поет в джазовом стиле. Очень интересная певица. Говоря о призах и наградах, за что будут бороться дети на этом комплексе? За гран-при. Что он из себя представляет? За телевизионный эфир. Телевизионный эфир? Да, но это... Большая статуэтка. Да. Конкурсанты, жюри строгое в лице Камилы и других тоже членов, наверное, не менее строгих. Международного жюри, разные жюри из разных стран. Конечно. Это такие составляющие, довольно-таки традиционные составляющие музыкального фестиваля. Каких фестивалей мы видели и видим? В Юрмале довольно-таки много. И все-таки хочется узнать, вот чем именно ваш фестиваль отличается от других? Мы знаем, что будет проходить фестиваль и лаймы Вайкула, куда приходит очень много гостей. Вот что в вашем фестивале должно привлечь зрителя для того, чтобы он пришел туда? В чем особенность? Что отличает? Ну, от Вайкула ее фестиваль отличает то, что там, конечно, все профессионалы, а у нас начинающие и дети, и молодежь, и взрослые молодые исполнители, вот в разных возрастных жанрах. Вот только этим, что у нас все-таки дети. Но Евро-Юрмала берет масштабностью. Вы знаете, очень много фестивалей, которые проходят в Риге. Я первый год участвую. По-моему, седьмой год, шесть или восьмой год уже проходит Евро-Юрмала. Седьмой в этом году. И вот все эти шесть лет мы как-то не могли встретиться. То я занята, то как-то, да. Но я всегда мечтала поучаствовать, потому что я всегда видела масштабность. Я видела, сколько конкурсантов приезжает. Это огромное количество детей, ребят, которые приезжают сюда. Это большое шествие на площади Йомас. Это просто потрясающе. Да, то есть и красная дорожка у нас, и большой парад всех участников. Да, поэтому самая главная информация, которая должна прозвучать прямо сейчас, называйте даты, когда все это действие состоится. Следующее воскресенье в Юрмале в 19 часов в концертном зале «Дзинтере» фестиваль Евро-Юрмала. Приходите, получите массу удовольствия. Организаторы фестиваля и его участники Валентина Макарова, генеральный продюсер Евро-Юрмала, Александр Шпорт. Это директор продюсерского центра «Импресса» и певица Камила были сегодня у нас в гостях. За что говорим вам спасибо. Вам спасибо большое. До встречи на Евро-Юрмале.